Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Друзья, привет! С вами Фавионыч. И сегодня я решил продолжить тему про аудио, про звук, про звучание домашних систем, или не только домашних. И я это хочу вам преподнести с позиции моего многолетнего опыта. А для тех, кто не знает меня, скажу, что меня зовут Олег. Я аудиоинженер. Свою первую систему я продал в городе Санкт-Петербурге больше 20 лет назад. Это была система до сих пор, по-моему, работающая на Литейном проспекте. Это был первый в городе магазин сети Васаби. Это была система для озвучивания зала, где сидят люди. Так вот, до этого я многие годы делал системы для себя. Так же, как и все аудиолюбители в 80-х годах. Начинал с бобинных магнитофонов, с виниловых проигрывателей. Ну и вообще, любовь моя выросла в нечто, которое сейчас уже вышло за пределы самого меня. За эти годы, последующие после 2003-2002 года, я собрал сотни систем с нуля моим клиентам. Я сделал, инсталлировал и настроил сотни систем. Тысячи систем я делал в салонах разного уровня в Санкт-Петербурге. Так же, я делал системы в других городах нашей страны. Могу сказать, что этот опыт абсолютно бесценный. Не только из-за того, что я смог в это золотое время использовать практически все лучшие инструменты, которые существовали на тот момент со всех континентов. Но так же, благодаря знакомству с очень интересными людьми, достаточно влиятельными, познакомился с их восприятием. А поскольку моя специальность в аудиоиндустрии, в институте, была связана с построением систем подобия в музыкальном мире, это дало мне шанс изучить, как же все-таки люди воспринимают музыку. И кино в том числе. Я не упомянул, здесь огромное количество кинотеатральных систем, которые я делал, и модульной системой, и на встроенной акустике, всех практически типов акустических систем. Даже разадоптывал собственную концепцию ламповых усилителей, которые реализовал в несколько десятков проектов. Вот вкратце то, чем я занимался и занимаюсь до сих пор. Кто меня знает, наверняка, может быть, и даже узнает мой голос. Так вот, я вам хочу донести неочевидные способы и важные вехи в построении систем. Систем у вас будет, друзья, много. Если вы аудиофил, как их называют, это одно. Если вы меломан, так же, как я, если вы любите музыку, это совсем другое. Ну, а если вы инженер, я думаю, что у вас найдутся масса вопросов, на которые я с удовольствием отвечу, как в своем телеграме, так и на этом канале, который посвящен не только фотографии путешествия, но и в том числе аудио. Аудио. Можно так это окрестить. Давайте начнем, друзья. Большинство каналов, которые существуют на просторах Ютуба, я сегодня только вновь стал смотреть что-то по аудио, потому что практически за эти годы я не смотрел каналы Ютуб, касающиеся аудио. Хотя я знаю блогеров лично, которые вещают с этих. Знаю многих спикеров, поскольку они действительно построят системы и имеют большой опыт. Но некоторые из них не публичные. Многие из разработчиков вообще люди закрытые, не публичные. Но вообще в аудиофиле это нормальное явление, когда люди, некоторые из них даже, как называют сейчас, социопатами. Но я сегодня буду говорить не про это, не про психологические аспекты, но хотя мы их немножко затронем. Я хочу дать вам те знания, благодаря которым вы сможете сэкономить гигантское количество вашего времени, жизни. Во-вторых, невообразимое количество ресурсов, в том числе и денег. Итак, в основном начинают с того, что построение системы нужно начинать с источников или с акустических систем. В этом есть доля правды, касающаяся именно системного подхода построения систем. Но, друзья, почему это происходит? Я вам отвечу очень простым способом, который, этот способ много-много десятилетий. Это связано с тем, что коэффициент полезного действия, то есть то количество энергии и информации, которая подходит к акустических системам, и что выходит на выходе, измеряется единицами процентов. Да, друзья, не десятками процентов, а единицами. То есть, в мое время, в 80-х, говорили, что КПД акустических систем, как у паровоза, 2%, у хороших систем 4%. Понятно, что сейчас в связи с новыми технологическими материалами, такими как графит, неодим, бор, магниты, так называемые неодимовые магниты, и массой технических электронных устройств, касающихся разработки именно мощных компьютеров, благодаря которым можно просчитать акустику по всем правилам состроения от обратного. То есть, от фильтра нижнего порядка до первого порядка, до концепции и, собственно говоря, самой формой и всего остального. Но, тем не менее, друзья, источник является тоже очень важным. Почему? Потому что источники меняются, и источники, которые имеют так называемое аналоговое происхождение, на самом деле все источники аналоговые, то, что называют цифрой, это на самом деле тоже некое, скажем так, отпущение и условность, потому что никаких цифр внутри устройств не существует, никто их никогда, эти цифры не видел. Всегда есть электрические сигналы, разные формы, разного спектра, и в любом случае это все имеет отношение к электромагнетизму, как минимум. Про эзотерические вещи я тоже рассказываю, о системе так называемых подавителей, систем ловушек акустических. Ну и самое интересное, это резонансная система поглощения, резонансная система фрактального типа. Это отдельная тема, и она заслуживает отдельного видео. Если вы напишите комментарий, что вам это интересно, мы рассмотрим, как влияют эти устройства и какой принцип их влияния на восприятие. Сегодня будет про восприятие, друзья. Так вот, друзья, я выскажу еще один параметр, озвучу вам, который имеет ключевое значение, в отличие от источника и от акустических систем. К этому выводу я пришел много-много лет назад, когда уже стал воспринимать систему совершенно с другого уровня. Когда вы собираете первые 10 своих систем с нуля и добиваетесь конечного результата, а единственным параметром качества системы является вовлеченность зрителя и неспособность выключить ее как таковую. Это основное правило. Когда вы обнаруживаете совершенно новое восприятие, вы можете попасть в ловушку, новизны так называемой. Вы слышите что-то новое, вам кажется, что действительно система лучше гораздо, потому что на ней вы слышите больше, как говорится. Некоторые говорят, по-другому играет. То есть, отсюда параметры качества системы являются субъективными. То есть, не то, что можно измерить приборами, а приборы измеряют. И иногда, зачастую, по опыту могу сказать, что самые лучшие системы имеют ужасающие характеристики, как частотные, как динамического диапазона, так и фазовые, и все остальное. Те же самые системы, которые сделал Кондо, компания AudioNote. Так вот, друзья, что я хотел вам донести. Я хотел вам сказать, что результатом, результатом качества системы будет ваше восприятие именно этой конкретной системы. Я проделал очень много экспериментов со слушателями, не вовлеченными, не разбирающимися в технике. Делал это многократно, десятки раз, в разных условиях, в разных помещениях, подготовленных и неподготовленных, и абсолютно бездарных. И везде пришел к одному единственному выводу. Именно интерес зрителя, его опыт и открытость, любознательность раскрывает возможности системы. Более того, хороший, воспитанный, музыкально грамотный человек может сразу же поднять уровень восприятия системы до совершенно невероятных размеров. Я об этом рассказывал, но если вам интересно будет, это психологическое явление, которое слышали единицы, десятки людей, обсуждали потом вместе со мной, и я объяснял, как это работает, это отдельная тема, это связано непосредственно с нашим миром, с нашим миром восприятия, и вообще, что такое наше восприятие. Это отдельная загадка, но мы сегодня ее касаться не будем. Тем не менее, она очень сильно влияет на результат вашей деятельности, и особенно если вы любите музыку и хотите получить какой-то результат. Так вот, первое правило, хотя я не буду сейчас считать эти правила, но запомните одну вещь. Самым важным компонентом системы, я об этом озвучивал практически последние годы всем своим знакомым, друзьям, клиентам и прочим, самым важным компонентом системы является не акустическая система, не источники, не кабельная продукция, не системы коммутации, не системы предварительного, не помещения, не способа эквализации помещения, не подготовка помещения. Самым важным источником является ваше восприятие. Я это называю слушателем. Из квантовой физики вы знаете, что без слушателя, без того, кто смотрит, без систем восприятия не существует этого мира. Поэтому, друзья, все находится внутри вас. Более того, видение системы, и система играет именно так, как вы воспринимаете. Никак иначе, абсолютно. Запомните это правило. Исходя из этого правила, друзья, есть только один способ, как начать движение в этом аудиомире. У меня это получалось спонтанно. У тех людей, которые стояли у истоков аудио в Америке, в Японии, тоже было спонтанно. Но эти паттерны поведения, они обнаружили. Есть книга Харви, легендарного, про хай-фай, про хай-энд. Поэтому можете ее прочитать. Можете посмотреть информацию про Кондо. Можете просмотреть информацию в интернете про Дженвинга, которые в 80-х годах, в начале 80-х, заметили влияние акустических и межблочных кабелей на качество системы. До этого момента, если вам попадались в руки изделия американские, японские, там 50-х, 60-х годов, вы знаете, какого качества проводка внутри их была. И из чего делались разъемы. Я об этом часто говорил, особенно, когда занимался доработкой акустических систем, там, полезные наконечники, даже не из меди, просто из железа. Внутри ужасающего качества, там, даже не хромовая разведка была, да. Тем не менее, например, в таком радиоприемнике, как Ленинград, встречаются проводники полностью из чистого серебра, причем очень высокого уровня. Но это тема отдельного видео, я не буду сейчас углубляться. Для тех, кто хочет вкратце познакомиться и понять, что я не идиот какой-то, можете посмотреть мои видеокабели, которые, кстати, смотрят не только обычные люди, но и в том числе и те учащиеся, которые используют мою информацию. Я благодарен вам, если вы напишите комментарий, как она помогает вам освоить эти азы аудио. Итак, друзья, первый пункт мы прошли с вами, да, то есть вы самый главный построитель вашей системы, то есть от вашего опыта, от вашего, даже не опыта, а желания идти дальше, зависит ваш вообще аудиомир. Это окно восприятия, это окно восприятия. Его можно сделать узким, его можно открыть, его можно полностью уничтожить, сделав это окно практически бесконечным. Никаких ограничений в аудиомире не существует. Все ограничения, касающиеся именно вашего видения, как должна выглядеть здесь система. Доказательством тому является совершенно новой невообразимой качества и принципы построения акустических систем, например. Это, например, в качестве примера я привяжу то, что делает Даниэла Мангер, дочка разработчика Мангера, который реализовал мембранную акустическую систему, по его имени она и идет. Доказательство тому существует головки звукоснимателей от легендарного старого Вандерхула, который до сих пор делает их. И таких примеров очень много. Взять того же Кайзера, взять того же Вилсон Аудио, взять ту же систему и тех, ту пару женой и мужа компании Вилсон Бенниш, которые изменили в корне подход в создании акустических систем, используя карбон. Я могу пересчитать бесконечно. И в акустическом мире те же самые Болдер, Аудионод, Вавак, то есть и по списку как говорится далее Марк Левинсон. Но есть Титаны, которые стояли у истоков. Есть Титаны, которые до сих пор упускают совершенно невероятные вещи. Одного из основателей компании Крэль, например, работает под собственной теперь именем Дэнда Агустина, который делает выдающийся усилитель. Так вот, друзья, если вы погрузитесь в изучение аудиолитературы, это вас ни к чему не приведет. Я прочитал огромное количество и журналов, и литературы, посещал выставки, которые проходили и в России, и Мюнхенская легендарная выставка, где действительно можно узнать из первых уст от разработчиков, что они пытались донести. Давайте перейдем ко второму правилу. Оно вытекает из первого правила. Если вы являетесь построителем вашей системы и самым главным компонентом восприятия системы и воспроизведения, можно сказать, системы, вы участник этой системы, без вас ничего нет, то из этого выстекает следующее. Только вы и сможете обнаружить то, что вас заинтересует. Внимательно еще послушайте. Не нужно читать книжек, не нужно ходить и слушать экспертов, так называемых. Все эти эксперты, и вы знаете об этом, что они делают и какая цель. Моя цель здесь, на данном канале, здесь никаким образом я не могу заработать денег, потому что это все не монетизируется и оно не приносит ничего абсолютно. Если же вы хотите коммерчески использовать это и создавать сами, продавать свои системы, то вам придется, друзья, пройти очень долгий путь, который будет измеряться годами и десятилетиями. Нет людей, которые быстро бы вошли в эту индустрию и добились сразу результата. Таких людей не существует, потому что это открытый портал в абсолютное многообразие, которое связано как раз с теми пунктами, которые я вам озвучил. Итак, друзья, вернемся еще раз к этому пункту. Вы сами должны найти точку опоры, с чего вы начнете построение системы. Этой точкой опоры может быть случайно купленный мини-дисковый плеер или найденный на помойке какой-нибудь радиоприемник, случайно услышанная музыка, которая вам зайдет так, что вы будете задумываться, кто это, что это будете искать. Я благодаря современным технологиям стриминга где-то в 13-м году нашел группу, которую очень давно, в 80-х, в середине годов, я переписывал на бобину. Тогда диски достать было очень сложно, даже виниловые стоили огромные деньги, целую зарплату один диск зарубежный. Купить их можно было только у перекупщиков, или в Девяткино, или на Галере. И одна из этих групп мне настолько сильно запала, при том, что уже были группы Депеш-Мод, уже я слышал Йеллоу, Стелла, которая тоже отложилась. Но одна группа меня совершенно невероятно впечатлила, и я понял, что это совершенно невероятное будущее. Я забыл, как это называется, хотя запись у меня была, а потом она потерялась. Только благодаря стримингу, благодаря системам искусственного поиска, интеллекта, сервис, который я использую многие годы, это SoundCloud, так же, как iTunes, потому что он имеет действительно разведенную структуру поиска. Так вот, я нашел, что это за группы, это ранние альбомы. Все, забыл. Напишите в комментариях, я напишу вам ответ, друзья, что это за группа, и я ее использую сейчас, и многие другие группы используют этот альбом. Так вот, вернемся к основному, с чего нужно начинать построение системы. Вы должны, вы ничего не должны на самом деле, вы можете, я бы так сказал, вы можете обнаружить какую-то интересную музыку, но эта музыка должна быть, конечно, не из телевизора, хотя в 80-е годы я начинал записи как раз с телевизионных программ, и первые мои записи еще в школе были с телевизора. Тогда звук с телевизора был очень хороший, ну и записывался на магнитофоны. Так вот, если вы обнаружите музыку, которая вам запала в душу, то следующий этап это найти места, где эту музыку можно услышать. внимательно подумайте об этом. Это имеет отношение непосредственно к самой музыке, и я не буду сейчас погружаться в теорию, как вообще музыка развивалась, откуда появилась коммерческая музыка, почему Баха считают первой коммерческой музыкой, и вообще как раньше музыканты играли только для музыкантов, и потом это превратилось уже в нечто совершенно другое. Об этом есть и другие каналы, но я собственно говоря это все тоже понимаю. Важно понимать и знать что это вам дает. Дает это следующее. Музыка она непосредственно связана с исполнителем и с автором. Я всегда говорю, что лучше чем сам автор не исполнит никто. Поэтому Тори Амос исполняет свои произведения, играет и поет. Да, она поет и исполняет других исполнителей, но то, что ее не могут исполнить любой другой лучше, это факт абсолютно. Теперь вывод из этого. Вам нужно найти или те записи, которые являются одним из лучших. И здесь вы можете полагаться на мнение экспертов. Почему? Потому что эти эксперты, если они настоящие, они присутствовали при жизни этих людей и слышали этих музыкантов вживую. Как правильно эти эксперты будут музыкальны? Они не будут аудиофильские. Посему есть некая грань между аудиофильским восприятием и меломаном, так называемым. Я отношусь к группе меломанов, хотя аудиофильские способности и опыт у меня гигантский. Более того, со временем я понял, что аудиофильское восприятие накладывает очень сильное ограничение на переход в следующий, третий уровень восприятия, не аудиофильский и не маломанский. Я не могу его описать иначе, как некий дзен, ну или подключение к источнику всего. Это произошло очень много лет назад, после этого я в корне поменял свою концепцию построения систем, в корне поменял мое отношение к компонентам как таковым и целиком сосредоточился на изучение опыта восприятия человека и обучению людей или хотя бы открытию возможности к обучению человека, который стоит на этом пути. Вот как я загнул сегодня вам видите про фильтры не буду рассказывать первых и вторых порядков про токовые зеркала в усилителях тоже да и про контрапертурные особенности акустических систем. Давайте друзья еще я вам для затравки скажу чтобы вам освоили сегодня только самые главные вот эти принципы чтобы закрепить. Итак друзья вы являетесь основным компонентом системы первый пункт второй пункт только вы можете обнаружить соответственно ваша задача найти найти именно найти физически найти не просто прочитать не просто где-то поговорить об этом на форумах а найти где исполняется музыка такого восприятия такого уровня это будут живые концерты друзья в исключении исправил очень хорошо исполненная запись на концертах такое сейчас общепринято и тем не менее это практикуется и бывает такое редко но бывает но самое главное конечно это живые концерты ну и третье третье это живая природа вот третий способ восприятия непосредственно связан с живой природой вся музыка происходит оттуда все композиции пишутся оттуда гениальные даже электронные какие-то шедевры они в принципе питаются тоже оттуда вот сегодня вкратце то о чем я хотел чтобы вы зафиксировали посему друзья если у вас появятся вопросы а я знаю что есть гигантское количество форумов в том числе и есть например портал дискокс который торгует дисками пластинками и там люди обмениваются именно и в том числе информацией так вот друзья я в качестве примера приведу вам способ как я например пришел к восприятию классической музыки долгое время в моей школе у нас была преподавательница которая заставляла нас слушать вот этот аккорд ужасающего качества у меня на тот момент уже отец купил хороший проигрыватель и был хороший магнитофон поэтому у меня был огромный диссонанс в четвертом классе то что я слышал качество звука из телевизора и из магнитофона перед тем что мне преподавала моя учительница в школе но тем не менее на этом жутком абсолютно аккорде где она ставила русскую кучку вот эту великую я один раз услышал григо и это так сильно меня впечатлило что даже на этом дерьме грубо говоря я услышал что там действительно живет какая-то музыка несомненно это было конечно хорошее исполнение и хорошая печать хотя это было воспроизведено на жутчайшем качестве аппарата к чему я все это говорю это нам на долгие годы отбило мое желание слушать классическую музыку это было очень плохим опытом который в детском возрасте отпечатался для меня намного и поэтому когда открылись все эти возможности в 80-х годах в мое восприятие вошел рок арт-рок вошла электронная музыка диско музыка лучшие образцы но не классическая музыка даже с учетом того что мои друзья исполняли классическую музыку могли исполнять на живых инструментах некий отпечаток вот этого то что я слышал в школе отложилось очень сильно и все это в принципе продолжило бы до бесконечности если бы я не встретил человека которым я делал систему который сам являлся исполнителем он сел за рояль и использовал мне шумана по-моему я настолько был сильно впечатлен что спросил у него а где можно вообще услышать вот такого уровня музыку при том что он мне демонстрировал сначала сам играл потом запись я был потрясен конечно и он мне сказал что тебе нужно искать неконкретную музыку запомните друзья вам нужно искать неконкретную музыку из библиотек вам нужно искать автора который умеет ее исполнять поэтому есть несколько стадий аудиофилии я вкратце могу описать ну от своих слов следующим образом первая стадия когда вы начинаете вообще определять что это музыка а не просто шумы посмотрите кстати мой влог про шумы вторая стадия когда вы можете отлучить инструменты и кстати от первой до второй 98-99% людей никогда не пройдут в жизни то есть некоторые люди до сих пор не могут отличить кларнет от не знаю там гобоя или тубы то есть люди не знают как играет гитара акустическая и электронная они действительно не определяют это тем не менее натренировать свой слух конечно же можно если вы будете видеть визуально что это за инструмент на живых концертах и слышать иногда конечно это не очень полезно например горовца лучше слушать чем смотреть как он играет есть конечно да стадлера лучше слушать как это все происходит в том числе и двигается так вот друзья к чему я все это веду а веду я к следующему вам необходимо просто жизненно необходимо раздвинуть ваши рамки просто чтобы они раздвинулись чтобы вы смогли воспринимать этот мир по-новому чтобы перед вами открылись границы непознанного чтобы вы захотели идти туда и добиваться чего да ничего не добиваться открыть для себя кто вы вы слушатель вы зритель вы человек который может воспринимать практически без ограничений вы можете познать этот мир с помощью аудио это один из каналов который позволит вам открыть себе кто же я кто я человек кто тот источник где наблюдатель кто наблюдатель кто ухо слушащего кто ухо ухо слушащего как писали тексты это все про это я не буду вас друзья утомлять оставлю вас со многими мыслями и надеюсь на ваши комментарии которые позволят мне направить мое повествование в то или иное урусло в зависимости от того что вы напишите то следующее видео посвящено будет уже конкретике желаю вам хорошего дня хороших выходных и надеюсь что вы обязательно найдете время послушать музыку с вами был Фавел Иванович пока